Вот когда человек кушает пищу, он наполняет свое физическое тело силой и чуть-чуть психикой. Понимаете? Но у нас два тела, которые надо питать. То есть душа питается тоже. Если человек находится, допустим, в депрессии, это значит, что его душа не питается. Душа питается только красотой, чистотой, любовью, верой. То есть душа питается вот такими вещами. То есть душу тоже надо кормить. Но на самом деле большинство людей, ну и это тоже проблема, большинство людей страдают от того, что они не питают свое психическое тело. И питать свое психическое тело очень важно еще и потому, что именно оно дает человеку успех. Вот допустим, будем давать с позиции математики, допустим, размышлять. Вот, допустим, женщина может общаться нормально со своим мужем, ей легко выйти замуж. Она, допустим, чувствует себя в отношениях очень сильно. Что это значит? Это значит, что она имеет определенный вид силы. Понимаете? Если сила у человека это есть, значит он сильный. Если силы это нет, значит он слабый. Понимаете? То есть попытайтесь это понять, что сила психическая берется в том случае, получает человек, если он ее накачивает в себя. Но точно так же, как, допустим, человек занимается спортом, у него крепкие мышцы. Крепкие мышцы не бывают, если человек не тренируется. Даже если он, допустим, природно сильный, все равно, если он не тренируется, он станет слабым. Точно так же надо накачивать свою психику. Вопрос только чем? Чем? Запомните, у человека есть ли источника питания, помимо пищи, которую мы кушаем каждый день. Три источника питания. Первый источник питания — это природа. Я вам сейчас буквально буду говорить, что дает природа. Солнце дает человеку оптимизм. Дает человеку сильное чувство жизнерадостности. Такое ощущение, что он как бы самодостаточный, какой-то сильный человек. Женщина солнце дает такую яркость. Так же, я не знаю, как на вашем языке, но, допустим, на санскрите и на русском, на санскрите есть слово «лау». «Лау» означает «любимое», также означает «красный», также означает «солнечный». Допустим, на русском языке «красивое». «Красивое» означает от слова «красный», «красный» означает «солнечный». «Красивое» или «любимое» означает «солнечное». То есть даже таких девушек у них рисуют «красные щеки», «красивое» значит «красные щеки». Ну, то есть это опять, не знаю, солнце. Понимаете, солнце — это мужская планета, то есть это мужское начало. И женщина, она когда тянется, она любит мужское начало, она становится красивой. Она начинает его отражать у себя, зеркалить это мужское начало. Это означает жизнерадостность такая, любвеобильность и так далее. Это то, что человеку дает солнце. Допустим, если девушка бледная, это не потому, что она загорает мало. Понимаете, чтобы получать солнце, надо понять его глубокую природу. Глубокая природа солнца — это жизнерадостность. Ее можно почувствовать, когда восходит солнце. Когда восходит солнце, птички «чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик». И другие «у-у-у-у», там начинают это. Все радуются, понимаете, когда восходит солнце. Именно это и есть природа солнца. И когда утреннее время, то рано встает, там Бог дает. Есть такая пословица. То есть, если человек рано просыпается, он становится радостным, потому что он чувствует эту тонкую, глубокую энергию солнца. Эта энергия солнца дает хороший иммунитет. Оно дает человеку концентрацию внимания. Хорошую. То есть даже не концентрацию внимания, а способность разбираться в тонкости чего-то. Тонкое такое, взгляд. Солнце дает человеку способность хорошо переваривать пищу. Клеточное пищеварение тоже дает солнцу. Интересно знать, что пищу фактически переваривает солнечная энергия у человека. Если человек ест на ночь, солнце уже съело, это значит, что пища будет плохо перевариваться. Пища переваривается за счет огненной энергии, самой психики. То есть вся огненная энергия психики уходит в это пищеварение. Человек в буквальном смысле тупеет, то есть он ничего не соображает. Особенно это касается, если человек поздно покушал и пошел работать после этого. У него буквально уже сколько застывает с рака. То есть он читает, но не может не читать. Потому что через 40 минут после того, как человек поел, у него вся энергия психики уходит в пищеварение, и он через 40 минут после еды сидит. И он не может ничего прочитать. Это когда он поедет поздно. Но если точно так же он много поел в 12 часов дня в обед, то солнце все переваривает. То есть он может спокойно работать, ему не тяжело, потому что в это время солнце все переваривает. Это называется режим дня. Режим дня — это не то, что злые доктора требуют. Это наша связь со Вселенной. Если мы живем ногу со временем, то мы будем очень чувствовать себя супер хорошо. Понимаете, стихией можно из себя получить энергию природы или хорошее здоровье, хорошее настроение, хорошую концентрацию внимания, хорошую работоспособность, то, что у нас с женой касается. Это контакт с энергией природы. Если она больше работает, она должна больше контактироваться энергией природы. Иначе она не будет иметь силы работать. Потому что человек с этой точки зрения как батарейка. Вот батарейка разведилась, нет сил. И люди, они не знают этого. Понимаете, маленькие дети знают. Вот если пойти в парк, допустим, там кто в парке находится? Две категории людей. Это люди с собачками и с маленькими детьми. Потому что собачки и маленькие дети знают, еще чувствуют, что им нужна природа. Они пакят, кричат, лают, пакят на природу. Их тащат, чтобы они успокаиваются. Почему маленький ребенок? Потому что он растет, ему надо очень много энергии природы. И поэтому он просто кричит, лопит. И пока ему на улицу не вытащили, он тогда в раз лежит, успокоится. Все нормально. Это значит, что он всасывает в себя эту энергию. Он растет, развивается. Беременные женщины тоже хотят всегда выходить на природу, если у них есть мозги. А если нет, они сидят в токсикозе у себя дома. То есть, если токсикоз, надо гулять, гулять, гулять. У тебя сразу токсикоз проходит. Если ты не двигаешься, не гуляешь, потому что там она гуляет, вот эта энергия, она идет обмен, и ребенок растет. Токсикоз означает, что с ребенком токсины не потеряются. Он ничего не переваливает. У него токсины из него идут, и она вся наполняется этими токсинами, потому что ему энергии. Ей на двоих не хватает энергии для того, чтобы жить. Нужна природа. Поэтому беременные женщины тоже часто выходят на улицу и гуляют. Остальные люди не гуляют, потому что они не понимают этого вопроса. Они просто устают, входят в депрессию, потом срыв в какой-нибудь больнице там и так далее. Ну, то есть, вот так они живут. Они не понимают, что нужно просто включать переключатель. Включать переключатель, а некоторые говорят, «Да я на природе работаю» и тоже устаю. Понимаете, я говорю не о работе на природе, а о хорошем настроении. Ты можешь поваром работать, тоже с пищей иметь дело, но при этом быть голодным. Ну, то есть, надо радоваться природе, надо всем желать счастья в это время. То есть, надо в любом настроении находиться, надо любить природу. И через любовь к этой природе человек получает её силы жить. Ну, то есть, у человека есть три источника питания. Первый источник питания — природа. Второй — это дружба. Не семья, не работа, а друзья. Друзья — это те люди, которые Богом даны, чтобы тебе было хорошо. Они тебе облегчают сердце, они с тобой разговаривают. Они тебе приносят счастье, они тебя подпадривают. И эта энергия дружбы друзей наполняет человека, даёт им возможность жить дальше. Спасибо. 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 Спасибо.